Привет, интернет! Это Игорь из Австралии. В сегодняшнем видео я вам покажу дом, в котором я живу. Дом этот. Вот оно. Двухэтажный на углу. Что у него можно сказать? То, что его было строить очень дорого. Сама постройка стоит 385 тысяч долларов, потому что у него помимо вот этого верха, я живу вот в этом окне, который по левой стороне втором этаже. У него еще и гараж, то есть дом получается трехэтажный. Обычно стоит двухэтажный дом, в Австралии построить 1200. Одноэтажный, 1150. Вот такой-то дворик. Дом как бы распределен на две части, то есть мы живем в левой половине. Правая половина закрыта. Ну, там хозяйка вроде собиралась жить или переехать, но непонятно. А вот через забор видно другой дом, ее тоже, в котором мы жили в прошлом году. Это у нас такой задний дворик. Дверь, за которой кухня. Растительности немного. Здесь за этими дверями находятся принадлежности для стирки, для уборки. Шилка. Машинка стиральная. Слегка грязно, поэтому... Я убираюсь, хозяйка, поэтому... Прошу прощения, что тут пыльно немного. Автоматические светильники. Сушка. Вот здесь, на фоне этой стены, я снимаю видео, они иногда... По мысли. Ну, вот, вид. В домик соседних, в котором я жил. В прошлом году. О, кстати, кому интересно, я покажу. Какая тут система у них. 5-7, по-моему, кондиционеров стоит. Вот водонагреватель. Так он выглядит. Вот эта система, к ней подключены батареи, которые на крыше находятся, солнечные. Если солнца нету, вот он там. И он нагревается электричеством. Вот этот насос, он недавно поставлен. Я так и не понял, для чего он. А вот это обычный бак. Как обычный. Для собирания воды. То есть, вся вода с крыши у него стекает сюда. Здесь он полон воды сейчас. В нем вода используется основным для поливания. Она в дом не идет. Таракина для стирки белья. Кухня такая. Здесь обычно чисто. Но проблема с домами, в которых живет по несколько человек. Они обычно... Кухня не убирается. У нас хозяйка приходит, убирает кухню. Поэтому здесь более-менее чисто. Мельбурн на фотографии. Вот лестница, которая идет на второй этаж. Вот такие в Австралии интересные дела. Это не лампа, а просто труба, которая идет на улицу. И через нее проходит свет. Там мы поднимаемся на второй этаж. Я помню, как отсюда было. Мне тяжело, когда дом отстроили. Я помогал дотаскивать эти плиты для подолга. Мы их мучились дотаскать. Вот здесь две комнаты. С правой стороны живет бразильянка и парень из Израиля. А здесь комната с левой стороны. И живет кореянка. И вот здесь моя комната. Так выглядит моя комната. Рабочее мое место. Я использую ноутбук. Ноутбук перекрепляю к компьютеру. Большому монитору. Клавиатуру. Недавно, кстати, я все время пользовался мышкой. Но давным-давно хотел себе этот трекбол. Довольно удобная вещь, правда. Требует несколько дней, чтобы к нему привыкнуть после мышки. Ну, то же самое, в общем-то, с мышкой. Когда вы начинаете ей только пользоваться. Это точно так же. Нужно привыкнуть. Этот стул у меня недавно приобрел. Я все искал. Какой самый комфортный стул. Самый комфортный стул будет ErgoHuman. То есть я всякие смотрел. Хермана Миллера. Липчия смотрел. Которые стоят по тысяче полторы долларов. Этот стул стоит только 500 долларов. И он намного комфортнее всех остальных. Вот этот у меня здесь домовенок. Еще с России привезенный. Тапочки с шерсти. Здесь ванная. Там ее не буду показывать. Там грязно. Так. Телевизор. Это все включено. Тут нет моей мебели никакой. Что она здесь была? Ну, ответ из окна. Ну, сейчас, видите, у нас осень. Вот единственная проблема здесь. Это вот. За вот этими домами. Через квартал начинается моношфривый. И этот моношфривый довольно громкий. То есть если ветер дует в эту сторону, здесь становится дома довольно шумно. Ну, и стены. Вот вам видео про то место, где я живу. Как обычно, если оно вам понравилось, ставьте лайк. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на этот канал об Австралии, чтобы быть в курсе обновлений. Спасибо большое, что смотрели. До свидания. Привет, интернет. Это Игорь из Австралии. В сегодняшнем видео мы записываем вторую часть разговора с Артуром. В этом видео Артур нам расскажет про свою службу.